Всем привет, это Кристина опять, и сегодня я буду показывать, как делать черный гибискус. Мне очень хотелось проэкспериментировать с черной модельной, и это показался идеальный цветок, на котором это делать. Налейте себе, пожалуйста, чашечку кофе, и давайте будем смотреть. Для лепестков этого гибискуса я буду использовать вайнер, который произведен в Simply Nature опять, и их вайнеры не все мне нравятся, но этот вайнер неплохой. Конечно, в нем, возможно, какие-то недостатки есть, мне кажется, что в каждом вайнере не все на 100% идеально, но он совсем неплохой, довольно жесткий. Мне нравятся жесткие вайнеры, а вам как? Нравятся более жесткие такие? Не совсем жесткие, но более жесткие или такие немного помягче. И вот это вот проволока номер 35, самая тонкая проволока, и мне кажется, что если у вас 33, то не особо гонитесь до 35, но если толще, чем 33, то, возможно, попробуйте что-нибудь другое, может быть, нитку. И в Англии ее можно достать в The Old Bakery или Old Bakery, короче, онлайн-шоп. А вообще, в Нью-Англии можно, наверное, ее купить более свободно. На Etsy наверняка можно найти, но тогда вам придется платить доставку. И сейчас я буду делать вот эту вот центральную часть этого гибискуса. По-моему, она до такой степени характерная и такая драматическая, что на нее стоит провести много времени, и поэтому я все это делаю вручную, вот эти все маленькие тычинки. И, конечно, это дело хозяйское, будете ли вы в эту серединку вдаваться, в этот хоботок, но мне кажется, что оно того стоит. Значит, сейчас я буду делать вот этот хоботок, и когда я его полностью закончу, он у меня будет 9 сантиметров. Просто на сантиметр длиннее, чем самый длинный момент вот этого вот вайнера. И у меня нет каттера, поэтому я буду вайнером это все отрезать, разрезать. И я думаю, что его можно было бы сделать чуть-чуть длиннее, но не особо длиннее. В общем, я должна сказать, что мне больше нравится, как масло выглядит на лепестках, да и на многих листьях, но, к сожалению, масло очень долго сохнет. И пока я найду все какие-то варианты, как это быстрее сушить и чем покрывать для быстрой сушки, чтобы оно не меняло блеск и как-то не меняло цвет. В общем, пока я не привыкну ко всей технологии этой с красками, я все-таки буду пользоваться в основном дастами или мелками, когда приобрету мелки. И вот я немного добавила масло в этот хоботок, в эту глину для хоботка. И сейчас я буду этот хоботок делать, просто накладывая его медленно, но верно на проволоку, как я и не только я делают это, когда делают вот эти вот стебли. Такая же техника. Я не огромный специалист этой техники, если честно, но я замечаю, что она улучшается маленькими-маленькими шажочками, если, конечно, практикуешься. Но по сравнению со всем остальным, к сожалению, этим практикуешься мало, поэтому у меня всегда какие-то грандиозные планы. Посидеть целый вечер этим позаниматься, но пока что эти планы были не реализованы. Вот этот вот хоботок гораздо легче делать, потому что к нему все-таки ничего не прикреплено, как большой цветок, большая роза к другому концу. Так что можно вот такие штучки выкидывать. И вот так вот это, кстати, штучка, которая помогает вам с тортами. И, не знаю, на коротенькие расстояния это все гораздо легче, опять же. Так что не сдавайтесь, не сдавайтесь, и все, и у вас, и у меня получится. Следующий этап – это добавка вот этих вот проволочек в ваш хоботок. Обязательно используйте клей, потому что без клея есть вероятность, что вот эти проволоки, они вылетят. И если они вылетят, то они, скорее всего, обратно не залезут или залезут с большим трудом, потому что холодный фарфор высыхает, и, соответственно, вот эти дырочки тоже сожмутся, и это будет сплошная мигрень. Поэтому приклеивайте клеем. И не особо, кстати, волнуйтесь, если оно не под тем углом садится в этот хоботок, потому что, когда все приклеится, вы спокойно сможете поменять ваш угол на любой другой. Ну вот, наша модена черная, она, конечно, отличается очень сильно от белой модены, и ей сложнее работать. Она, в принципе, меня удивила тем, что по качеству она похожа на модену, к которой добавили много-много краски. Вот такие вот дела. Значит, сейчас я буду вырезать, так скажем, вот этот лепесток. И на самом деле этот вайнер, ну просто идеальный для этого, потому что, смотрите, какая прекрасная линия остается просто от вот этой небольшой операции. Я, кстати, много хибискусов не делаю, вообще-то мой первый хибискус, поэтому, прямо скажем, начинать мне покупать вот эти каттеры совершенно не выпадает. И мне фриформ, вот это вот, когда без каттеров делаешь, тоже не очень нравится, по многим причинам не в этом дело сейчас. И поэтому, вот это еще такой момент, вот как просто можно хорошо без каттера и без фриформа вот этого все вырезать прекрасно. Тут всего 6 лепестков, так что все нормально. Нам не нужно будет сыночь вырезать вот таким образом. Очень мило. И еще вкратце опять на тему черной модены. Конечно, она более хрупкая, и поэтому, если начинаешь вырезать вот такого плана вайнером, у которого много вот таких вот извилок, более-менее острых, они, конечно, могут просто порвать ваши лепестки. И иногда порванные лепестки, это не такая уже большая проблема. Но, опять же, это зависит, что вам нравится, во-первых, и во-вторых, для кого и для чего вы это делаете. Потому что все-таки приятно иметь контроль над такими нюансами. И вот этот блеск, меня несколько человек спросили, откуда этот блеск взялся и почему. Я просто добавила Petal Base, такого жира на мой вайнер, и вот он к этому черному прилип и никак не отлип. И, кстати, он остался уже пару месяцев. У меня этот черный цветочек сидит в шкафу, и даже пыли покрывается, и ничего с ним не случилось. Так что этот блеск, он не такой уже плохой, хотя я не знаю, как он будет выглядеть через пару лет. Но, да, он, в принципе, ненатуральный. Мне лично он не особо нравится. Но если вам нравится, то тогда можно либо фиксатор просто фиксатором его поспрейить, или просто добавить вот этого вот жирного. Значит, сейчас я покажу вам довольно традиционный способ добавлять проволоку в ваш холодный фарфор, в лепестки холодного фарфора. Значит, вместо того, чтобы взять специальную досточку и сделать вот с помощью этой досточки утолщение на лепестке, куда потом вдевать проволоку, проволока просто вкладывается сверху. И потом этот лепесток как-то, вот сейчас я покажу, прищипливается, прищипливается вот так вот. Да, и проблема с этим заключается, как я вам покажу сейчас через минуту, клей, когда он высыхает, он начинает блестеть. Когда вы работаете с белой модельной и с другими типами холодного фарфора, обычно это не проблема. А вот с этим, видите, вот эти тоненькие точечки блестящие, они некрасивые. Поэтому на самом деле, разве что вы человек натуральный и свободный, и приятно, очень-очень аккуратный, не страдайте этим и просто возьмите вашу досочку. Сделайте вот эти вот утолщения с досочкой, и не будет никаких проблем. И, конечно, если у вас есть черная проволока, это тоже очень всем может помочь. Значит, следующий этап, это на следующий день, когда у вас все уже подсохло. Добавляйте прозрачного вот этого клея к вашей свединке, к вашему хоботку. Вот это хорошая такая мягкая кисть, или найдите то, чем вам удобно пользоваться. И потом, после клея, добавляйте ваши дасты. Конечно, можете выбирать свои цвета. И мне нравится, когда все это плавно переходит из одного цвета в другое. Я волновалась, что мне вот такая операция испортит кисточки. Несмотря на то, что они дешевые, я все равно не хотела их портить. Но на самом деле ничего мне это не испортило. А вот это фиксатив. Я быстренько немного поспрею на вот мои дасты, чтобы они не отвалились и ничего не перемазали. И это можно купить в Хобби Крафт в UK. Если вы в UK, он где-то 7 фунтов стоит. И он очень классный. Совсем хорошо работает, кроме черного. На черном он плохо сидит и делает его каким-то блестящим. А все остальное класс, так что для серединки точно подойдет. Ну и вот наш цветок уже почти готов. Я сейчас нахожу себе такие дасты, светлого оттенка. Не обязательно какие. Найдите, что вам нравится. И плоско вот такой вот кистью. Просто текстируйте ваш цвет. Видите, если кисть, она ложится на ваш лепесток плоско или под таким очень острым углом, то текстура, она проходит. Тут очень хорошая текстура. Этот вайнер дает прекрасную текстуру вот этим цветам. И немного добавляйте такого какого-то розового. Вот мне нравится такая смесь разных цветов. Конечно, если вы используете мелкие, то это даже лучше, мне кажется, чем такие дасты. Я не знаю, они, может, и прилипают лучше. Я люблю покрывать индивидуальные лепестки вот этим тейпом, потому что их потом просто легче расположить вокруг основного стебля. Они прилипают к нему. И вот тут добавляйте манку к каждой самой последней проволочке. Манка размельченная и чуть-чуть подкрашенная. Не пропускайте проволоки. Оно сразу вас выдаст. Манка размельченная. вот это вот флок я кстати не лень даваться подробности о флоке у меня есть видео я оставлю сноску описание этот флок принципе прилипает где надо клею где не надо он отлипает очень удобный и сейчас я вот смотрю нужно было мне просто оставить длинную проволоку чтобы не было вот этой всей возник скреплять кстати но это с опытом наверное приходит вы понимаете когда длинная проволока хорошая идея а когда лучше ее отрезать но опять же отрезать никогда не поздно правда а а а вот такие вот дела спасибо всем за просмотр и мы увидимся с вами на следующей неделе хорошего вам выходного